Сегодняшняя тема. Менструации у женщины – естественный процесс, свидетельствующий о ее готовности к зачатию. Однако вид крови подсознательно ассоциируется у нас с опасностью. По этой причине дети часто боятся за маму, если случайно замечают пятна на протекании гигиенических принадлежностей на кровати, или задаются вопросом о том, для чего нужны прокладки. У мужчины причина в странном отношении к месячным обычно кроется в культурном коде, заложенном ему с воспитанием. Уаманхит разбирается в этом вопросе, желая изменить восприятие естественного процесса. Женщины сами скрываются. Вспомните, как в школьные годы вы боялись протекания, а больше того, что это заметят другие и будут над вами смеяться. С возрастом страх собственного тела проходит, но дискомфорт в этом вопросе остается прежним. Например, женщины скорее предпочтут предупреждать партнера о начале месячных, постараются избежать близости из-за боязни неприятного запаха или того же протекания, хотя современные средства гигены, например, тампоны, довольно плотно фиксируются во влагалище и исключают эту возможность. Обычно ваше беспокойство напрасно, если со здоровьем все в порядке, то специфическое восприятие запаха менструальной крови скорее связано с нормальным для критических дней обострением чувствительности обоняния. Образование исключает объяснение физиологии. В России сексуальное образование ограничивается информированием о видах средств контрацепции. В то же время, изучению менструации и нормальных для цикла проявлений время почти не уделяется. Родители, за редким исключением, не разговаривают с детьми о месячных до момента, пока они не начнутся. Это большая ошибка, многие девочки, если изучить мнение гинекологов и секс-блогеров, во время первой менструации пугаются и даже боятся говорить родителям, думая, что с ними что-то не так. Медиа не на последнем месте. Средства массовой информации формируют сознание общества. Когда в рекламе гигиенических средств менструальную кровь показывают не красного, а голубого или синего цвета, в подсознании закрепляется мысль о том, что вид оригинальной жидкости стадионной неудобен для демонстрации. Хорошо, что сейчас многие компании выступают за естественность и выпускают образовательные ролики наряду с рекламой. Это классно, возможно, что через 10-15 лет наши дети уже не будут видеть ничего удивительного в рекламе с оригинальным цветом. Этническое различие. Культура воспитания в разных странах тоже может повлиять на формирование мнения о менструации. В России с этим проблем меньше, так как в стране религия занимает далеко не первое место в жизни людей. Ориентация на Европу и США сыграла свою роль в принятии общественных движений в сторону открытости к разговорам на интимные темы. В то же время, в несветских государствах девочки до сих пор должны быть скрытными в вопросах личной гигиены. Если в Египте и ряде других стран до сих пор известны случаи женского обрезания, лишающие девочку возможности испытывать оргазм, то о каком принятии критических дней можно говорить? Надежда лишь на то, что постепенно люди станут более образованными в плане физиологии и научатся нормально воспринимать естественные процессы. А что думаете вы, сталкивались ли с непринятием менструации со стороны мужчин или женщин? Расскажите в комментариях, как это выражалось. Ставь лайк и подписывайся.